Ежегодно 29 мая в 50 странах мира отмечается День здорового пищеварения. Эту дату объявила Всемирная организация гастроэнтерологов. Главная цель – привлечь внимание общественности к проблемам нарушения пищеварения. Наши корреспонденты расспросили люберчан, важно ли для них правильно питаться и как часто им приходится перекусывать фастфудом. Ответы в рубрике «Свободный микрофон». Нет, я уже по старинке, как сказать, как еле, так и ем. Ну и потом не по деньгам здоровое питание, но очень дорогое. Я не ем ни Макдональдс, нигде я не кушаю. Почему? Ну я считаю, что это не полезное питание. Полезнее то, что сам приготовил. Я никогда там не сижу, потому что не знаю, что за препараты там, как приготовляется это все. Обычно мы все дома приготовим. Сама суть фастфуда в том, что туда добавляют специальные добавки, усилители вкуса, которые хочешь, не хочешь, если оно будет оттянуть постоянно. Но быстрого ничего не бывает хорошего, поэтому нужно сделать для себя отчет, соответственно. Иногда баловаться можно, хочется, конечно, но не постоянно. Вообще я очень люблю вареные овощи, тушеные, неважно, просто овощи. Я за здоровый образ жизни и за здоровое питание. Да, я тоже пью спортивные напитки, как протеины, БЦА и веду здоровый образ жизни. Беру молочко, творог, курица, мясо, все понемножку, так что и понемножку кушаю, ну почаще. Скажите, а вот детишки, ну как правило, любят такие вот кафе быстрого питания, как часто вы их туда водите? Ну не часто, но бывает. Куда деваться, да, куда не денешься от этого. Я только за здоровое питание. А почему вы против фастфуда? Ну потому что, во-первых, это я одно время ел их. Вот у меня сейчас, я дожился до того, что у меня панкреатит и хронический гастрит. А сейчас, как бы, я поддерживаю тут утром овсяную кашу. Ну понятно, что помимо спорта немаловажную роль играет и здоровое питание. Поэтому сейчас у меня достаточно все строго. Фастфуда я стараюсь избегать, насколько это возможно, да. Только здоровое питание, причем с подробным расчетом, в том числе и даже калорий. Занимайтесь спортом, кушайте овощи, будете подтянутые, красивые, здоровые. Всем привет! Я Мария Антонова и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Да, радует, что в ряде фастфуда помнят практически все и старый млад, и большинство предпочитает бургерам и картошки фри, свежие овощи и фрукты. Несмотря на то, что, как известно, запретный плод сладок. На этом прощаюсь. Всем приятного вечера. Увидимся в 19.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова